Всем привет! Меня зовут Алена и в сегодняшнем видео я буду делать миленького ежика. Как-то я вам показывала уже одну идею, как сделать ежик, а сегодня покажу еще одну. А перед этим я хочу вам рассказать про наборы от Cubrix. Это алмазная мозаика. Давно искала что-то подобное, именно потому что здесь мы свою работу делаем именно по фотографии, по любой фотографии, которая у вас есть. Сейчас расскажу, как я собирала и как она выглядит. Алмазная мозаика приходит вот в такой упаковке, картон-упаковка, где ничего у вас не пострадает. На обратной стороне не написана полностью вся инструкция. Достаем содержимое и видим, что внутри есть вот такой плотный лист, на котором нанесена уже клеевая основа. С помощью нее будут держаться стразы. И есть разметка, что очень удобно. Еще сами стразы, стилус, восковая пластина для того, чтобы на стилус брали стразы, лоток и крепление на стену. Можно сразу повесить, можно конечно вставить в рамочку. Стразы квадратные. Раньше я использовала только круглые, но попробуем как работать с этими. Для того, чтобы получить инструкцию по сборке, нам необходимо зайти на сайт, загрузить фотографию, которую вам хочется собрать, выбрать именно тот размер. Лучше всего, конечно же, смотрятся портреты. И что тут хорошо, мы можем выбрать именно насыщенность нашей работы. Будет она более темная или более светлая. После чего вводим свою электронную почту и на почту приходит полностью подробно вся инструкция. Моя картина будет винтажная, поэтому она в таких коричнево-бежевых оттенках, но на сайте есть еще и черно-белый вариант. Выбираем нужный квадратик и начинаем собирать. Наносим на стилус воск, отгибаем пленочку и по инструкции начинаем приклеивать каждый стразик. Что самое интересное, в этой работе мне было удобнее все-таки собирать по очереди и полностью рядами. Поэтому у меня были лотки, я просто их тоже приспособить для работы. Постепенно собираем свою работу и наш обалденный портрет, который переливается на солнце, будет готов. Готовая работа выглядит вот таким образом. Мне безумно нравится. И сейчас я думаю, оставлю я ее в таком виде или же все-таки я оформлю ее в раму и повешу на стену дочки в комнату. Все ссылочки на этот набор я оставляю в описании к этому видео. Переходите и смотрите. А теперь я делаю ежика. Ну а теперь переходим к ежику. За основу я буду использовать пенополистирол пеноплекс. Можно пенопласт, но он просто шариками не так удобно с ним работать. Но можно это все делать из фольги. Наверное, такой самый простой вариант. Поэтому используйте то, что в принципе у вас есть. Я начала делать носик, вырезать, потом зачищала наждачной бумагой. И из этих кусочков пыталась сформировать туловище для своего ежика. Если возможно есть какая-нибудь подходящая форма, я не знаю, какая-нибудь пластиковая баночка, какая-нибудь может деревянная заготовка, было бы конечно же здорово. Я же сначала делала из пеноплекса, а затем сверху я приклеивала фольгу. Делаю эту форму, которая мне необходима. Нам нужно сделать как бы носик и саму полукруглую форму ежика, чтобы в дальнейшем он у нас был кругленький и красивый. Приклеила фольгу, мне показалось, что снова нос у моего ежика длинный. В принципе, как и в прошлой работе. Поэтому я срезаю и все делаю заново. Срезаю лишнее и зачищаю. И тут я решила сразу покрасить мочку своему ежику, но это было сделано зря, потому что по окончании работы я все равно перекрашиваю. Из фетра я сделала небольшие ушки, тоже их подкрасила. Нарисовала носик и глазки и оставляю просохнуть. Вместо иголочек к ежику я буду приклеивать вот такие, хлопковые коробочки. Я уже не один раз вам показывала. Покупаю их в строительных магазинах в отделах декора. Это как саше наполнение ароматическое. Я даже не знаю везде, но в принципе называется по-разному. Раньше я из него делала коробочки хлопка и тоже видео вам показывала. Так что смотрите в таких отделах. И перед тем, как приклеивать эти лепестки, я решила покрасить фольгу. Можно было сверху, конечно же, заклеить какой-нибудь тканью, что-то такое более темное, чтобы ничего не просвечивало. Но я решила взять окрылую краску и покрасть. Но уже после того, как краска просохла, я начинаю приклеивать каждый лепесточек друг к другу. Тут не обязательно, чтобы они были в каком-то там порядке или еще как-то. Просто приклеивайте, чтобы острый край был сверху. Так наш ежик будет даже слегка колючий. Итак, я заклеиваю полностью всю спинку ежика. Да, их понадобится много, но у меня оставались именно эти лепестки. Я когда-то покупала разного цвета и все не знала, куда их применить. Потому что именно светлые бежевые я использую для хлопка, а все остальное в основном, могу сказать, лежит. Поэтому в этой работе я решила все-таки использовать все. И они у меня почти все сюда и ушли. Продолжаю приклеивать, но не трогаю переднюю часть. Тут я уже буду приклеивать фетр, чтобы закрыть фольгу. И все у нас выглядело все-таки по окончанию работы более красиво. Если вы не будете красить дальше, то используйте фетр, который подходит вам по цвету. Более темно-коричневого или светло-коричневого я буду красить даже фетр. Поэтому я использую то, что у меня уже сейчас есть. Приклеиваю на переднюю часть и снизу, там, где мой ежик будет стоять. Ну и продолжаю приклеивать по краю лепестки, пока полностью все пустые места я не заполню. Но а спереди на животике мы оставляем место, чтобы приклеить лапки. Ну и я заодно приклеила и ушки. Лапки я буду делать из того же пеноплекса, только у меня уже немножко другого цвета. Я подбираю размер и с помощью наждачной бумаги я придаю форму лапкам. Я сначала сделала 4 лапки, 2 побольше, 2 поменьше и приклеила своему ежику. Я почему-то не подумала о том, что нижние лапки будут смотреться как-то не совсем так. Ведь ежик мой будет стоять, следовательно он стоит на лапках. А я решила их приклеить так, как будто бы он у нас лежит. Поэтому да, я сделала глупость и мне пришлось их убрать, полностью отклеить. Это было непросто, я немножечко конечно же повредила фетр, но после окрашивания ничего этого видно не было. Но в принципе если вы хотите сделать ежика, чтобы он у вас как бы лежал, допустим для какой-то декорации, и где-то хотите там положить его в корзину, то оставляйте снизу лапки, но тогда все лепестки нужно будет приклеить еще снизу, чтобы смотрелось все-таки более интересно. И я начала красть. Наношу сразу темно-коричневый цвет, и тут мне слишком сильно не нравилась мосечка у моего ежика. Я ее исправляла несколько раз, поэтому я снова ее закрашиваю и начинаю разрисовывать. Где добавляю более темный цвет, где добавляю более светлый цвет. И конечно же оставляю хорошо просохнуть, так как фетр мокрый и сохнет не так быстро. На утро я доклеиваю немножечко с впереди лепестки хлопка и дорисовываю само личико. Делаю глазки, немножко подправляю носик. И мне очень сильно хотелось прицепить бантик. Ну прям очень сильно. Я на иколочку сделала бантик из разных ленточек, цветочек, повесила маленький ключик и просто прицепила на ежика. Этот раз я нарисовала маленькие глазки, сделала блики, также чуть-чуть блик сделала на носике, снизу добавила небольшую улыбочку и с помощью тонкой проволоки для бисера я сделала усики. При желании своему ежику можно добавить в лапки какую-нибудь декорацию, допустим яблочко, грибчик, какие-нибудь листики. Ну конечно же тут даете волю своей фантазии. У меня получился вот такой маленький ежик. Милана сказала, оставляешь его мне. Подобную работу можно сделать как на подделку в школу или в сад, придумать что-то другое. Ну а если для вас это видео было полезным и интересным, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Ну и конечно не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои следующие видео. И до новых встреч, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok